Здравствуйте, с вами Анастасия на канале Еда на любой вкус. Маковый рулет популярная выпечка во многих странах. Сегодня у нас венгерский рецепт, давайте его приготовим. Заодно сравним, чем же этот рецепт отличается от нашего. Весь процесс приготовления я постаралась ускорить, но обо всем по порядку. Давайте начнем! Рулеты будут средние, поэтому будет достаточно 12 граммов свежих дрожжей или 4 грамма сухих. К дрожжям добавляем 5 граммов сахара и 100 миллилитров теплого молока. Сегодня обойдемся без добавления муки, нам просто необходимо активировать дрожжи, оставив на 5-7 минут. За это время в миску просеиваем муку, пока только 250 грамм, 50 грамм не трогаем, позже поясню почему так. Вместе с мукой просеяли еще и соль в количестве 2 грамма. Добавляем к сухим ингредиентам сливочное масло, мягкое, не растопленное. Перетираем руками в однородную крошку. 20 граммов сахара. Не забывайте подписываться на канал и самое главное проверьте колокольчик, там должны быть выбраны все уведомления, только в этом случае вы ничего не пропустите. Целое яйцо и 1 яичный желток оставляем для теста. Оставшийся яичный белок пока убираем до нужного момента. Яйцо и желток взбалтываем хорошо. Делаем в масляные крошки углубления, вливаем яйца и следом можно вливать дрожжи. За это время они конечно же начнут бродить, играть, появятся пузыри. Выливаем все и собираем быстро тесто, как раз сейчас его очень удобно перемешивать. И только теперь добавляем остальные 50 граммов муки, подсыпая постепенно, собирая тесто в ком. Это количество муки может слегка отличаться, так как масло может быть мягче или холоднее, да и свойства самой муки могут быть разные. В общем, нужно тесто собрать, убедиться, что оно совершенно не липнет и держит форму, далее разделим его сразу на две части, а хотите оставьте так, получится один большой рулет. Заворачиваем кусочки свободно в пленку, оставляем тесто в холодильнике, пока будем готовить маковую начинку. Шесть упаковок кондитерского мака, высыпаем в глубокую миску, в каждой пачке у меня по 40 грамм, поэтому получилось 240 грамм. Чуть больше, чуть меньше, не принципиально. Заливаем мак на 10 минут кипятком крутым, при необходимости изначально вы конечно можете его промыть, я этого не делаю. И спустя уже 10 минут вода станет мутной, белесой, ее необходимо слить, по желанию промыть мак и тщательно отжать. Пропускаем через мясорубку вместе с сахаром в количестве 200 грамм, прокручиваем дважды, на самом деле этот момент с мясорубкой можно просто пропустить, если не хотите мыть много посуды. Начинка тоже получится вкусной, но так как я сразу буду прокручивать еще изюм и финики, самые простые, без косточек в количестве 100 грамм, поэтому все перекручиваю вместе с маком. Если чего-то нет, можно конечно же исключить, либо вовсе заменить мак на ореховую начинку, так тоже будет вкусно. Необходимо будет орехи измельчить вместе с сахаром, перемолоть. Мак, изюм, финики перемешиваем, помещаем в посуду с толстым дном, это может быть кастрюля, либо сковорода, как в моем случае. Доливаем сразу 100 миллилитров теплого молока и после закипания будем уваривать начинку на небольшом нагреве около 30-40 минут до мягкости мака. Вначале после закипания, конечно, необходимо будет помешивать очень часто, чтобы не было вот таких больших булек, но и затем уже реже по мере исчезания жидкости. Он должен постепенно впитывать влагу, набухать и начинка становиться гуще. Вот так должно получиться, начинку следует хорошо остудить, кстати, она станет еще стабильнее, более плотной, так как сахар в ней тоже остывает и загустевает. И теперь уже можно делать рулеты. Тесто пролежало в холодильнике 1 час 30 минут, если больше, ничего страшного. Заметно оно увеличилось в объеме, стало более воздушным даже на ощупь. Берем сначала один кусочек, он по весу, кстати, 300 грамм, раскатываем в прямоугольник, используя при раскатке, конечно же, муку. Как вы заметили, тесто обминать не следует, сразу раскатываем, а что касается толщины, то я раскатываю достаточно тонко, но и так, конечно, чтобы оно светилось, тоже не нужно. Теперь быстренько смазываем поверхность вбитым яичным белком, который мы оставили в начале. Белок создаст барьер между тестом и прослойкой из мака и само тесто лучше пропечется. Поверх распределяем ровным слоем ровно половину остывшей начинки, холодной, подворачиваем края, чтобы начинка не выглядывала, вы заметили, где мы оставили расстояние, и сворачиваем рулет свободно, без усилия, иначе тесто просто порвется по бокам при выпечке. Также собираем второй рулет с маком. Такое тесто не следует растаивать именно в тепле, так как масло будет таять и мешать этому самому подъему замедлять рост дрожжей. Рулеты теперь необходимо снова накрыть и убрать в холодильник на 30-35 минут. И спустя уже 35 минут смело смазываем рулеты остатками яичного белка, обязательно сделаем проколы сверху, чтобы рулет не вздувался и пропекался равномерно, не было пустот внутри слоев. Ставим выпекаться в заранее разогретую духовку, температура 180 градусов, время выпечки около 30 минут. Как рулет зарумянился, значит, он готов! Остужаем готовые рулеты с маком на решетке. Особенно они вкусные, конечно же, на следующий день, когда настояться, но кто бы еще дождался! Прошло около двух часов и хочется уже скорее попробовать, что получилось, потому что пахнет очень соблазнительно! Посмотрите, что внутри! Теста мало, начинки много, но несмотря на то, что начинка преобладает, тесто все равно пористое, поднялось, очень вкусное! Рулет сладкий, не сухой! В общем, получилось не просто булочка, а именно рулет с начинкой! Советую приготовить! Не забывайте ставить нравится, делиться видео с друзьями! Жду ваши комментарии! На этом сегодня все! Удачной выпечки! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok